Сейчас возбуждается уголовное дело. Хочу сказать еще некоторым недоброжелателям, которые пытались меня очернить. Я первый слушатель военной академии вооруженных сил Республики Казахстан. Дело в том, что из Республиканской гвардии, из почти трех тысяч человек, я единственный. Когда меня сегодня пытаются сделать враг народа, я хочу сказать, извините, я люблю наш народ Казахстан. Здравствуйте, Казахстан. Каждый день, Байконыр, полиция баскармасында, Мурат Мирахметулының қасында болдым. Его, оказывается, вызывал оперуполномоченный данного управления полицией по отдельному поручению, отправленного из департамента полиции Восточно-Казахстанской области. Ознакомившись с отдельным поручением, отдельное поручение – это такое поручение, когда это между органами полиции, когда, например, свидетель или какой-нибудь участник уголовного дела находится в другом регионе, они отправляют отдельное поручение, чтобы работники другого региона допросили, например, проверить соответствующие следственные действия. Здесь из следственного управления департамента полиции Восточно-Казахстанской области было направлено отдельное поручение по уголовному делу, возбужденного в отношении Сабеля Андрея, который подозревается по статте 174 части 1-го уголовного кодекса Республики Астана именно за разжигание межнациональной, социальной, расовой розни. Данное дело, что интересно, было возбуждено в 2020 году, сейчас я точно не помню месяц, но, кажется, начало года это было. Получается, один из свидетелей данного дела, они указали Мурата Нур-Рахметовича, где якобы в фейсбуке, в какой-то группе было выставлено видео с участием подозреваемого самого вот этого Сабеля Андрея и Мурата Нур-Рахметовича. Получается, более года назад дело возбуждено, но почему-то начали действовать только сейчас, только тогда, когда там Мурат Нур-Рахметович начал, ну и ранее он выступал за народ, но более активно, более, как говорится, в глаза попал. После 25 июня, когда мы провели мероприятие, хотели сдать петицию, сдавали петицию в Министерстве юстиции. Получается, после этого периода зашевелились. В отдельном поручении также было указано, что данное уголовное дело было передано департаменту ВКО из МВД самого Министерства. Там департамент не был полностью расшифрован, просто ДЭП было указано. Этот департамент, получается, отправил дело в ВКО, чтобы они расследовали. Они, получается, только сейчас начали заниматься этим делом. Интересно, почему. Тут, конечно, мы догадываемся, что началось политическое преследование Мурата Нур-Рахметовича за то, что он выступал за народ, за многодетных матерей, вообще за всех матерей, которые сейчас попали в трудную жизненную ситуацию, за инвалидов. Как вы знаете, много сейчас в социальных сетях, где наглядно показывается жизнь инвалидов в Казахстане, что они вообще не защищены. Элементарно во многих общественных местах не имеется пандусов. Они не могут пройти в любое увеселительное заведение, чтобы просто отдохнуть. Мурат Нур-Рахметович за них выступал и был, можно сказать, незаконно арестован в городе Ахтубе именно тогда, когда он выехал из Астаны, чтобы народ здесь в Астане не поднялся. Вот по делу хочу добавить, что там были такие странные вопросы, задавались Мурат Нур-Рахметовичу. Когда он с ним был знаком, кому давал интервью, что комментировал Саибель. Мурат Нур-Рахметович вообще, ну как бы даже забыл про этого человека. они там общались где-то 3-4 года назад. И то, как общались, он просто на него вышел из-за того, что там являлся таджик-афганцем, да, как я понял. Он тоже таджик-афганский, да? Ну, сейчас я расскажу в кратце. Вот так вот мы прошли, проехали, дали свои показания. У нас Мурат Нур-Рахметовича допрашивал капитан полиции, следователь следственного отдела по экономическому управлению полиции города Нур-Султан. Ну, вкратце хотел пояснить, еще раз напомнить, те, кто не знает, кто первый слышит, видит. Буквально, я вот совсем недавно прибыл в город Нур-Султан, отбывал свой срок наказания административного правонарушения. По двум статьям, это 434-я, часть первая, мелкое хулиганство, нарушение общественного порядка, неуважение к окружающим, где мне дали пять суток. Но, хотел бы еще напомнить, еще раз, все-таки, мы живем в правом государстве, живем в правом поле, и в демократическом, поэтому право голоса никто не отменял, и мое выступление возле этого памятника, называется памятник, пограничникам, пограничникам, пограничникам всех поколений, она, во-первых, неуважение к окружающим, нигде этого не было, окружающих самих не было. Я там стоял один, пожалуйста, есть видеофиксации, видеозаписи, где я делал обращение соответствующим органам, чтобы принять решение. Этот памятник стоял незаконно, Акимат, вместе с военнослужащими пограничной службой, комитетом цельной безопасности, военно-патриотическими клубами, открыл его незаконно, и есть тому подтверждение записи прокуроров, которые в начале возбудили уголовное дело, начальник был уголовного дела, где хотели мне предъявить статью за вандализм, но когда начинает выясняться, окажется, самого памятника юридически не существует, нет этого памятника, то есть он не представляет никакой ценности для государства. И за этот герб советской символики Казахской ССР, который не должен стоять на этом пограничном столбе, на этом пограничном знаке, вот мне дают пять суток, и я считаю, это превышение власти, это является преследованием, это жесткие меры, где является нарушением моих прав. Я хотел бы напомнить, это примерно тому, такому примеру, когда едет водитель, и кто-то поставил знак на дороге, дорожный, и незаконный, гражданское лицо какое-то, и человек, проезжая этот знак, нарушает, как бы считается, но гаичник принимает решение его наказать, но когда дело доходит до суда, и выясняется, что этот знак дорожный, незаконный, тогда вопрос, будете привлекаться этот водитель, как нарушитель, к ответственности, то есть ни в коем разе, потому что юридически этого знака не существует. Такой же пример с моим случаем, если нету памятника законного, то какие могут быть меры по отношению наказания меня. Вот как в простонародье, нету трупа, нету уголовного дела, как бы это грубо не звучало, но это факт. Нету памятника, о каком может быть речи, нарушений, это первое. Второе, меня привлекли за участие в несанкционированном митинге в городе Нур-Сутан, который прошел 25 июня 2021 года, я опять же еще раз хотел бы напомнить всем гражданам и всем чиновникам, которые должны понимать. Во-первых, существует международный пакт о правах человека. Одним из условий этого международного пакта является это о праве человека, об участии в проведении мирных собраний, мирных шествий, митингов. И Казахстан ратифицировал этот международный пакт имеет преимущество над внутренними законами Республики Казахстан. Если закон Республики Казахстан противоречит нормам международного пакта о правах человека, то вступают нормы международного пакта. Есть конституция Республики Казахстан, где четко прописано, что международные договоры и соглашения они приоритеты выше над законами Республики Казахстан. Есть конвенция о правах человека. То есть, эти три главных основополагающих документа, которые защищают мое право. В предисловии скажу, что нами было написано несколько уведомлений на имя Акима города Мурсултан о проведении мирного собрания, в котором будут принимать участие граждане Республики Казахстан. Три раза было написано, три раза был отказ и 25-го числа мы собрались возле Байтирека, чтобы подать, был сбор подачи петиции в Министерство петиции с рядом вопросов. Это и по поддержке многодетных матерей, это по поддержке одиноких женщин, которые находятся в трудной жизненной ситуации и воспитывающих своих детей. Это по инвалидам, это по запрету 56 китайских заводов на территории Казахстана строительства мы против, это по ветеранским вопросам и некоторых ветеранов вооруженных сил. Было очень много вопросов, даже по части ветеранов это касалось около 29 вопросов. И многие вопросы, которые мы говорили, мы поднимали его для того, чтобы правительство услышало, президент услышал чаяния народов. Вот к примеру мы подняли вопрос, чтобы каждая женщина получала по 4 миллиона тенге материйский капитал, когда рождается ребенок и получение 60-70 тысяч тенге до совершеннолетия каждый месяц за каждого ребенка, за каждого молодого человека, за каждого молодого гражданина Казахстана. Поэтому я хочу сказать, что Лукашенко президент Белоруссии имея только одну картошку, больше ничего нет у него. Он выдает каждой женщине в переводе наши деньги это 4 миллиона тенге. Получает каждая женщина 60-70 тысяч тенге на переводе наши деньги. Где вот это справедливость? Даже вот этот вот Путин для меня он конечно негодяй не авторитет тоже выдает своим гражданам каждой женщине переводе на наши деньги это почти 4 миллиона тенге. Поэтому Казахстан имеет первое место среди мусульманских государств по своей территории, девятое место в мире имеет уран первое место в мире золото газ нефть что говорит даже в Атравской области по нефти она перегоняет саму даже объединенные Арабские Эмираты одна Атравская область только по нефти и объединенные Арабские Эмираты государства живет только на нефти и живут вы видите как шейхи купаются в деньгах и золотах и граждане все довольны где вот эта справедливость ветераны получают какие-то жалкие 14 тысяч тенге что это такое рисковали жизнью чтобы получать 14 тысяч тенге даже нам памперсы не хватит на полмесяца даже не хватит поэтому давайте говорить открыто для меня это конечно стыдоба но речь сейчас идет о том что сейчас меня снова уже после 25 числа вспоминает уголовное дело которое было год назад почему опять же год назад почему не сразу в 2020 году меня не приглашали в качестве свидетеля сейчас возбуждается уголовное дело по факту разжигания межнациональной розни 174 в отношении гражданина Андрея Сайбеля у меня вопрос что это политическое преследование то есть это давление опять запугивание то есть это запрет о праве голоса о праве человека который должен отставить интересы тем более согласно нашего устава Республиканского общественного объединения союз ветеранов участников боевых действий на ТЖК афганской границей военных конфликтов там написано цель и задачи предмет деятельности нашего союза это ставить интересы ветеранов и простых граждан Республики республиканского то есть мы с народом ветераны поэтому я хотел бы сказать что пугать не надо запугивать не надо тем более ветеранов и меня в том числе и конечно же какая-то пошла информационная атака в отношении меня и многих наших людей которые имели значит свои взгляды и отстаивая интересов 25 числа значит пытается меня делать плохим человеком в обществе я хотел бы показать вот совсем недавно посмотрите вот грамота от первого заместителя министра обороны начальника генерального штаба вооружен Сюрзим Констант генерал-лейтенанта Бектанова Мурата Карибаевич видите грамоту до 25 то есть я был в идеале красивый хороший пушистый человек а тут стал негодяем и меня представляет там уже в соцсетях там пытается пряди поливать у меня таких грамот я просто был не готов честно сказать таких грамот от министра обороны Даниала Ахметова от командующих республиканского гвардии то есть грамот много я вот просто единственного с которыми грамота находилась и я вот хотел показать значит хотел бы показать совсем недавно у меня есть во время моей службы грамоты звание получал соответствующее если бы я был бы негодяем то соответственно звание не получал так на всякий случай ну конечно я хотел бы рассказать то что в Таджикистане был командир батальона Володин он сейчас уехал в Россию конечно он там недоволен некоторыми моими взглядами в отношении Российской Федерации на отношении Путина там этих Жириновского Шпирова Никона Федоров Негодяев это Госдума Российской Федерации которые хотят войну начать с Казахстаном хотят забрать наши территории вот эти депутаты российские и конечно Володин вместе с Сайберем они ведут эти переговоры и соответственно им это не нравится но хочу сказать что он и подтвердит и имеет место когда приезжал он на заставу в Таджикистане на селеном пункте Сахчаров на Таджико-Афганской границе он меня представлял званию досрочно старший лейтенант за участие в боевых действиях за мужество героизм я отказался от этого досрочного звания сказал что по сроку мне через два месяца через полтора месяца так и так получал звание старший лейтенант я отказался и тогда он в взводу обратился весь взвод знает все свидетели что лейтенант Мухомеджанов представляется медалью за боевые заслуги был отправлен в соответствующее представление за мужество за героизм за боевые заслуги отправлено на это представление в Российскую Федерацию и я буду говорить то что я знаю и то что так было в жизни значит это представление условно в Российскую Федерацию и где-то в 90-х годах я начал заниматься поисками этой медали был тогда командиром батальона полковник узбеков покойный я к нему обратился чтобы он помог молодому офицеру полковник он был командиром батальона Таджикистане но не при мне позже был он знал Володина он сказал я постараюсь найти эту медаль он пришел в кадры и задал вопрос вы слышали такого лейтенанта Мухомеджанова десантника который был награжден представлен награде за боевые заслуги все были удивлены и там встал один полковник в отставке он говорит да мы были все удивлены приходило такое представление сами видели эту медаль видели представление за боевые заслуги эта медаль потерялась я вам это открыто говорю ну конечно будем искать просто мне никогда было заниматься в первую очередь народ казахский в первую очередь наша земля теперь у меня немножко время появилось и тем более такое как бы это уже мотивация чтобы искать я хочу обратиться по гранслужбу чтобы в архивах нашли исходящие входящие документы все-таки каждая медаль она регистрируется в книге учета да поэтому будем искать эту медаль дай Аллах будем показывать что мы не есть там негодяи после 25 числа я хотел бы показать вам кроме того вот этого журнала Айбин Министерство обороны четвертый номер и пятый номер тут несколько страниц истории дело в том что на сайте десантура.ру и вот здесь вот написана история боевых действий по моим вот этим вот рассказам молодежь а также солдаты вот изучает его значит боевые действия курсанты высших учебных заведений четвертый и пятый номер Айбин здесь пока у меня только четвертый номер тоже был не готов но тем не менее я показываю что журнал Айбин вот 2013 года опубликовывает боевые действия в которых я участвовал да теперь хотел бы рассказать вкратце свою службу чтобы тоже понимали я первый офицер об этом могу открыто говорить в 92 году который закончил один из первых офицеров который закончил Алматинское высшее общество командное училище в городе Алматы и попав в роту почетного коровы тогда был командиром роты почетного коровы Демченко Георгий Алексеевич он как раз его назначили и я тогда обратился чтобы мы в нашей роде почетного коровы командовали на казахском языке то есть все казахские команды чтобы выполнялись на казахском языке хотя мы не имели устава общевойнского боевого устава внутреннего устава дисциплинарного карвульного гарнизона службы и так далее то есть впервые команды были переведены моей мамой Мухаммеджанова Орес Сулейминана на казахский язык и эти команды казахские впервые республиканской гвардии в городе Алматы начали звучать против почетного коровы в 92 году это вот как я закончил высшее военноучилище я командовал взводом потом ротой впоследствии и сегодня вот вы видите устав переводе на казахский язык вот эти команды которые сегодня просмечались мы тогда из истории я просто хочу сказать приехали по обмену опытом и взаимодействием между ротой почетной коровы курсантов где я учился 4 года против почетной коровы и солдатами республиканской гвардии стояли две роты друг против друга напротив друг друга и одна рота командует на казахском языке лейтенант Мухаммеджанов второй рот командует там офицер не помню фамилию на русском языке и вот тогда проходил тогда генерал сейчас генерал-лейтенант высший депутат мурицы парламента командующий республиканской гвардии замминистра обороны начальник академии начальник училища Тазбулатов Абай Валипавич и тогда он был удивлен когда с ним позавал с роты на казахском языке команды на казахском языке выполняли строевые приемы с оружием и он похвалил это было для меня очень почетно после этого я перевелся в десантную штурмовую бригаду и моя рота также выполняла казахские команды песни пели на казахском языке и единственная рота которая пела на казахском языке в 93 году десантную штурмовую бригаду 35-я отдельная гвардейская десантную штурмовую бригаду города Копчегай это была моя рота на казахском языке которая бы исполняла песни то есть Я считаю себя патриотом Казахстана и мы должны знать эту историю. И хочу сказать еще некоторым недоброжелателям, которые пытались меня очернить. Я первый слушатель военной академии вооруженных сил Республики Казахстан. Дело в том, что из Республиканской гвардии, из почти трех тысяч человек, я единственный поступил слушателем военной академии. Нас поступило 16 человек сначала, потом двое отчислили. И 14 человек закончили, в том числе я закончил один из Республиканской гвардии Республики Казахстан. Командовал ротопочетная караула, был начальником штаба 11 ремняного батальона, в котором был президентский оркестр, ротопочетная караула и так далее. Был командиром батальона охраны государственных объектов президента, был командиром батальона оперативного значения. Был многие должности, которые проходили в генеральном штабе, центральный аппарат командующего. Восемь раз был в центральных аппаратах, департаментах боеподготовки службы войск. Много-много-много-много можно рассказывать. Разработал концепцию регионной безопасности и центрально-азиатского региона, и многие другие вопросы. И вот, когда меня сегодня пытаются сделать враг народа, я хочу сказать, извините, я люблю наш народ казахский, я люблю наши казахские земли, и никто не дает права меня так унижать. Народ видит, слышит и понимает прекрасно. Поэтому вот эта вот атака информационная, которая идет, я хочу сказать, что те люди, которые вышли 25 числа, это люди-герои, это люди-защитники своей родины, которые присягали казахскому народу, и они до конца выполняют свой долг, долг, это за честь даже, честно говоря, даже отсидеть эти 20 суток, пускай не пугает. Я готов еще сидеть, если посадят на все воле Аллах. Вот, но одно, знаете, что Эрдоган сидел, сидели многие другие общественные политические деятели, и при этом народ всегда, как Ленин, не авторитет. Я хочу сказать, что мы должны понимать, что на все воле Аллаха, то, что нас не ломает, делает нас сильнее, и мы еще более активизировались, сразу хочу сказать, не надо пугать, запугивать. Если будет несправедливость, если будет бесчестье, если будет неправильно, мы всегда будем с народом, мы будем всегда защищать наши интересы, государство. И я хотел бы сказать, что вот это вот дело, которое сейчас возбудили, я не удивлюсь, если оно будет переквалифицировано, Мурат Мухаммеджанов стоит виновником еще этого уголовного дела, понимаете, могут и так подвязать. Уже доверия нету после этих памятников, после этого, то, что было там в Ак-Тубе, это было, я считаю, несправедливо, и люди должны, виновные должны понести наказание, должны нести ответственность за то, что я там находился, незаконно. Даже простой пример, судили меня в Весильском районе города Насултан, я отбывал наказание в Ак-Тубе. Это примерно так, например, во Франции судили, в Германии отбывает срок, понимаете, да? Что, других тюрем нету, что ли? Привезите меня, этапируйте, как положено, содержите. Поэтому, вот у меня есть свидетель, Насултан Ермаханов, который юрист, который видел, какие вопросы ставятся там, такие кавержные. То есть, этим вопросом пытаются найти, подвязать меня к этому уголовному делу там, и я понимаю, о чем идет речь. Поэтому хитрость не пройдет, уважаемые или неуважаемые, не знаю, как вас называть или обзывать. Поэтому пугать не надо, мы запуганы, в кавычках, до предела. Поэтому мы любим наши, свои ценности. А ценности у нас государства Казахстан, это наша территориальная целостность, незыблемость границ. Никто у нас не запретит любить целую родину Казахстан. Аскери адам, көрю бутсызда. Ист-козгабжатыр дейтен, он Андрей Сабел деген билен. Енді ол солдат босы бол, солгөзе, солгөзе, командир болды. Солай мискей? Офицер болды. Офицер болды. Енді сасулы бұлысы, енді муна атағын бәрін, жоққа шығару үшін, оналай, ист-козгабжатса, көдеде тұрған ана орден мен медалдардың белгісін үкеметті саған берді ғой, прожектер кезінде берді. Е, мұна грамоталар берілді, атақ берілді, әскери атақ. Лейтенанттан патполковникті, патполковникті дейін. Енді келіп, 25-ші ел, неге, неден кейінге, 25-ші жесыладан кейін. Бұл елдің сөзін сөйлігін азаматты үкеметке қарсы адам ретінде көрсілікісі еуі отырған. Бұл деген енді барып тұрған надандық, біздің үкеметтің ұна қорғы орғынларында жүрген азаматтардың нағыз топастағы деп кілемеді. Топаст. Сондықтан елдің сөзін сөйліп жүрген азаматты біз, үзген емес бүкіл қазақ қалқы қолда үттіп мен өзін білем. Кезінде Ауған соғысында, айы, Таджик соғысын гранитасында болып, әскері ақтаға алып, батальонымен ғамандық кетін бі? Сондықтан елдің сөйліп жүрген адамды бір орыс бенен байланыстырып, қалықтың жауысы яқтылып көрсетіміз деген ендерінің тұқтырып шықпайды. Оған елдесен бейді. Өзлері көрсетіп отыр, мәне недауына түркі берет грамоттанан. Бұл ең күшті адам әскериядан тәртіп үшті деген дейді. Ал жүрмавесінен кейін кеше, ұны өзі қарабет сияқтығы көрсеткізіге бұтыр. Елдің сөзінің сөйліп жүрген адамды біз қазақ қалқы ешкешінде батырларын қорлатпыған, біз де қорлатпаймыз. Егер де Мурат Мухамеджановқа тағыда үс қозға бұча болып лететін болсынды, біз мұна елдерегі ұлқтық мұдзе бүкін саяси бен сенділер, Мурат Түхорғаға біз дайымыз, шығамыз. Қордақтыңыз, күл j geometry үміне ел бастай күзін. Е posição жәліп кіз үміне ел бұл істам? Қаналасызу оlyамыздан, б MSO. Қаналасдам бұл ісшінейдей�� елде сөта жұландар, біз дырұға бұл қазай жаған қабынwickбүй, сөте жаған бұл сөйл, елдерагі бұл rus да бір адамдықтан жөнің бұл барнақты болтынан. Тогда я был замначен генерального штаба, генерал-лейтенант Желоманов, потом стал директором погранслужбы. И вот он приехал в бригаду, и бригада наша выполнила все задачи, которые были поставлены. Показал свою высокую боевую ручку, боевую слаженность, боевую готовность, где было отмечено, это и на докладе министра обороны, тогда это был Даниил Алхметов. После этого меня, значит, лично генерал-лейтенант Желоманов вывел со строя перед этой бригадой почти 2000 человек. Значит, внимательно смотрели все солдаты, меня вывели со строя и сказали, лучший начальник штаба бригады в вооруженном силе, сколько Казахстан. Это была для меня самая высокая оценка этим генерал-лейтенантом Желоманов. После этого мне предложили должность командиром дивизии ВАТАР, тогда она как бы уже переименовалась в базу, и мне предложили командиром быть этой базы, где я пошел уже, прошел собеседование. Замминистра обороны тогда был генерал Джанасаев, пришел в согласование, уже лист согласования был подписанный. На тот момент был начальником департамента боеподготовки полковник Асенов Алмаз Турсумбаевич, и потом он стал генералом. Также был там руководитель аппарата Услан Кабдулинов, полковник, который мои документы готовил, для министра обороны. Но по состоянию здоровья после операции я потерял голос, был почти два года без голоса. Я понимал, что меня уже все поздравляли, если вы видите, даже голос иногда пропадает. И я находился, будем говорить, пульс у меня скакал 200 ударов в минуту, сидя в кабинете. Вот такой у меня был пульс. То есть давление, пульс, эндокринная система, это много чего рассказывать. Я тогда принял решение, что должен уволиться. Предложили должность генеральскую, командирная дивизия, Ватар. Поэтому делать из меня негодяя не надо. Есть свидетели. Я называю фамилии этих офицеров, которые меня заводили, замминистра обороны, где я прошел согласование. И остался только один министр обороны. Но так как мое состояние здоровья не позволяло мне дальше служить, я уволился по состоянию здоровья. Хотя предложили мне сразу же, что через несколько месяцев ты получишь полковника, генерала и так далее. То есть все это могло быть. Но Боржам Мамушилов был полковником, командирной дивизии, ушел. Ничего страшного. Народ его любил и любит. Поэтому, думаю, у нас есть пример для подрождения. Не надо гоняться за званиями, не надо гоняться за должностями. Аллах решит. Если суждено генералам, муж генералам. Не суждено, значит, надо быть простым, простым, хорошим человеком. Вот это самое главное. Будет рядом с народом. Хорметті қазақ елі. Мына Бауыржам Мамушилының тияғы сияқты. Мына Мурат Бауырымызды. Мынандай артынан сөз ертіп, мынандай жирмаудындық қамау ғалғаны. Біздің аналар ретінде қабырғамыз қайсты. Тілегіміз болды, аман сауыр алсы екен ортамызға деген. Міне сол қынгө жетіп отырмыз, жанымызды отыр. Міне өте қуанышқымыз, Мурат Бауырымыздың жанымызда отырғаны. Бұны қалқымыз танейт, батырларын ел білет. Нәғіз батыр екен. Сондықтан да біз мұна осы соңна түсіп атқан бейлікке үлкен өтнішіміз бар. Батырымызға түсіпесін. Батырымызды қолдайық, батырымызды әлі қанымыз бен көтерейді. Деген ұсынышта саймын. Расында да біз елімізге жүрі артында келі атқан ұрпағымызға, өлгі өтетін батырларымызға қорлатпаймыз. Аналар ретінен әлі де бүксілер өздерінің осы батырлықтарын көрсетіп, елдің ортасында жүрміне, елдің сөзін сөйліп дергонды батырларымыз, аман болсы екен, ортамызда жүрі берсекен дейміз. Осында біздің жүгерлі батыр азаматтарымыз аман болсын. Қазірдіңді Мұрат Мұхамед Яңыптың елік жөнінде Айбұн жұрналында 14 жылы шыққан, осыны көрсеніздер ішінде осы күсі жөнінен бәрі информация бар. Қандай елік істегені, не жұмыс істегені, ұна қалқына деген еліне деген істеген еңбектері айқын жағылған, сондықтан Мұрат Мұхамед Яңыпқа ешкімніңде анаумынау деп айтуға да біздің бейліктіңде қалыптыңда қақсы жоқ, сондықтан Мұрат Мұхамед Яңыпты әрдайымыз, қолдайымыз, осындай батырлағымыз аман болсын. Қай уақытта да келешек ұрпақтар осы Мұрат ағасындай батыр бол, елге қызмет қылып, адалынан біздің қазақтың қосындай жүгерлі де батыр азаматтар аман болсын. Әр вақытта да біз Мұрат Мұхамед Яңыпты қолдайымызда, ешқандай кезгелген жағдайда біз төтіп берігі дайымыз. Бүкіл қауқымызға өзі елім деген ерді бүкін елдің атынан, елдің атынан басқа елге барып, өздердің қандарын төгіп, жандарым кейді қылып барып, қаншама азаматтар қалды дейтен, а сонда айтылады елдің, елдің намысын ойла сонда істекпелген мұнандай ерлерді, өзі ғосығың көдейін біне қалыққа, қалықпен бірге болып, қаншама жаңағы көп балаланалардың, осығы қалықымыздағы бүкіл қалық шығырлып атқан қалыққа ұра түсіп үйген бауырымызды, осыңдай батыр бауырымызды, осыңдай батыр бауырымызды. Осыңдай істеп отырғандары мені, әнеуге 15-20 сөйткеге жапқанында, бұл нағыз өзіміздің ұлтымызға, ұлттүң ішіндегі батырымызға қастандық мына бейліктің істеп отырғанды көрліп, бұл қастандық, қастандық, қорлық дейді бұл қорлық, ұлтымызды қорға батырмыз біз. Но , мы остались с архитами, Kita был в том, что мы эли. Если мы в альхарам с гранатами в нашем здании, мы ухожаем! Мы обладаем звери, которые мы обладаем, мы обладаем вызовар. Мы обладаем нашему другим опытом. Мы обладаем намеренность его, чтобы первые бракеты. Мы обладаем нашим нашим детям. Задавлены нашим детям мертвым. И мы обладаем нашим детям и обладаем нашим деткам. И он предползает свой образ. И он говорит тебе, что вы никогда не знаете, что-то нам нужно. И мы начали нам открыть и с ним скорее всего-тоNEC. Все это возможно, мы повторяем. когда мы давно говорим, мы claw это кофю, как мы делаем tus compasions, и ты делай это как там, и ты делай это последователь, стаскад� и так, и так, и так… и так, и так, и так, и так, и так, и так.